Здравствуйте! Сегодня мы продолжим цикл лекций, посвященных Ивановскому городскому транспорту, приуроченных к 150-летию образования города Иваново-Изнесенского, нынешнего города Иваново. Нынешняя лекция будет посвящена нелегкому пути по ремонту и переносному смыслу Иваново-Иваново-Изнесенского, а затем уже переименованием города Ивановского, автобуса. К сожалению, первый опыт эксплуатации автобуса, как в революционной России, так и в советской России, в нашем городе был не очень удачный, и эксплуатация его продолжалась достаточно недолго. Как мы уже отмечали в прошлой лекции, первая попытка окончилась неудачей еще в 1908 году. Автобус эксплуатировался чуть менее месяца и вышел очень быстро из эксплуатации в силу технической изношенности различных частей, узлов и агрегатов, а также в силу проявившегося изводящего лобби. Новая попытка организации автобусного движения была предпринята руководством уже советского Иваново-Изнесенского в 1924-25 годах. Это было обусловлено демографической ситуацией. К 1921 году, к окончанию гражданской войны на европейской части России, население Иваново-Изнесенского существенно сократилось по сравнению с революционным периодом. По данным архива, количество населения в городе не превышало 60 тысяч человек к 1921 году. Однако с развитием НЭПа, новой экономической политики и новых экономических отношений, которые напоминали определенным образом в своих некоторых аспектах хорошо забытый капитализм с элементами советской плановой экономики, население города постепенно стало возрастать в связи с вводом в эксплуатацию старых промышленных предприятий, их реставрации послевоенных, и строительством новых промышленных объектов на территории города. Территориально расширялся сам город. Например, в преддверии революции в состав города вошли, например, в деревни, как Глинищево. Город начал постепенно расширяться в юго-западном направлении, в сторону Кохны, Шуи. Таким образом, в 1926 году, когда в городе было организовано регулярное пассажирское автобусное сообщение, население его составило порядка 130 тысяч человек. В связи с чем, Горсовет принял решение об организации городского автобусного сообщения, внутригородского, а в ближайшей перспективе и пригородного. Однако, в 1924-1925 годах попытки договориться с Автопромторгом, акционерным обществом союзного республиканского значения, ни к чему не привели. Попытки создать совместное акционерное общество Автопромторг и Ивановский горсовет провалились. И в 1926 году Горсовет обратился к Моссовету с просьбой выделить нам, серым и убогим, красным ткачам, несколько автобусов со своего барского московского плеча. Ну, москвичи, естественно, не оставили в виде своих братьев по классу, и ивановских ткачей. И выделили несколько машин, маркеры, но вот эти машины в количестве сначала двух, а затем пяти единиц. К концу 1926 года прибыли в Иваново-Изнесенск, и датой запуска автобусного сообщения в городе принято считать, соответственно, 8 ноября. Поначалу, в 1926 году автобусы, вот эти два, затем пять машин, работали всего лишь на двух линиях в транспортном кольце города, это, соответственно, современное кольцо проспектов Шереметьевского, Ленина, улица Карла Маркса, то есть они соединяли железнодорожный вокзал Горсовет, и вот так вот по кольцу курсировали, перевозя пассажиров. И, соответственно, с этого началась история развития городского автобусного сообщения. Тут же, 9 ноября, 1926 года, были приняты правила перевозки пассажиров. В частности, надо отметить, что в автобусах, автобусы были фактически переделкой грузовых автомобилей Рено, с установкой там в салонах обычных пассажирских сидений, соответственно, запрещено было провозить громоздкий багаж, животных, птиц и огнеопасные предметы, поскольку автобусы, как правило, несмотря на наличие рам металлических, имели деревянный каркас и деревянную обшивку кузова, что могло привести к пожару. Та же самая проблема, кстати, потом возникала с первыми трамвайными вагонами. Однако вот эти 5 машин, закупленных Горсоветом в 1926 году, в 1927 году перестали удовлетворять растущие потребности населения во внутригородских перевозках. Соответственно, Горсовет решил воспользоваться плодами еще не индустриализации, которая началась уже год спустя, в 1928 году, а еще плодами этого НЭПовского ренессанса промышленности и решил закупить первые советские автобусы «Ама-Ф-15». Ну, для интересующихся историей техники отметим, что «Ама» — это будущий завод имени Лихачева, а в сталинский период он именовался заводом имени Сталина. То есть это предшественники «Зисов» и «Зилов». Эти автобусы, к сожалению, себя не оправдали. Поначалу эти автобусы менее и даже вместительные, чем «Рено» — 15-местные автобусы «Ама-Ф-15» достаточно неплохо себя показали. К 29-му году возникла проблема с наполнением нашего автопарка новым подвижным составом. Отметим, что к 29-му году в городе уже действовало 8 автобусных линий, соединявших центр и окраины города, где располагались промышленные предприятия, где располагался аэродром. А также город имел связь с некоторыми пригородами, населенными пунктами. Это, в частности, линия на Песцово, рабочий поселок Песцово, по Ярославскому шоссе. Соединялся город прямой автобусной связью с поселком Лежнево и городом Кохмой. Но надо отметить, что проезд в среднем составлял 5 копеек. Это была достаточно демократичная цена. Однако автобусы в силу своих невысоких стационных характеристик развивали достаточно невысокие по нынешним показателям скорости. По городу 13, а только за городом 16 км в час. В 1929 году взоры городских властей обратились за помощью к проклятым капиталистам, к итальянцам. И итальянцы поставили в город сначала 7 итальянских машин модели СПА, а затем уже более крупную партию 30 автобусов Ланча. А в 1931 году подошла еще одна партия 20 машин. И вот по данным, имеющимся на распоряжении материалов, посвященных истории города Иваново до военного периода, справочников путеводителей, и к 1931 году автопарк города Иваново, парк автобусов городских и прибородных составлял уже 71 машину. Это был, кстати, пик развития городского автопарка, автобусного парка в довоенный период. К 1934 году, судя по данным вот этого справочника, путеводителей по городу Иваново, на территории города действовало уже 13 автобусных маршрутов, 13 автобусных маршрутов, которые связывали центр города с вокзалом, с Маврабьево, с Меланджевым комбинатом, к примеру, горсовет с парком Степаново. То есть, по сути, город начал формировать будущую структуру своего транспортного каркаса, если так можно выразиться. Также к 1934 году за счет появившихся новых вместительных машин город смог позволить себе перевести часть, находившуюся еще в эксплуатации, 15-ти местных автобусов АМО, они не все, к счастью, вышли в течение двух лет эксплуатации, перевести на обслуживание пригородных перевозок пассажирских. И к 1934 году, по данным вот этого путеводителя, который я уже демонстрировал, город имел транспортную связь уже с четырьмя объектами в пригородах и в области. Это маршруты от А до Г. Первый маршрут был Иваново-Кохма, второй соединял Иваново с Лежневым, третий Иваново с Песцовым, и четвертый Иваново с фермой, так называемой имени Фрунзе. Но это, насколько я понимаю, нынешний совхоз Тепличный в Балино. Эти автобусы имели несколько остановок по пути своего следования. И, к сожалению, на этом развитие автобусного сообщения в городе постепенно прекратилось. Это было связано, во-первых, с износом подвижного состава. К сожалению, итальянские автобусы не выдержали русской грязи, и русского булыжника, которым были замощены в основном улицы города, а тем более пригородные шоссе. И постепенно, к 1934-1933-1934 годах, когда в городе появился принципиально новый революционный вид транспорта, электрический трамвай, деятельность автобусов начала сокращаться. Эксплуатационный ресурс автобусов, как мы уже говорили, начал быстро сокращаться. Характеристики автобусов были достаточно низки в сравнении с современной в плане надежности узлов и агрегатов. И это, кстати, привело к росту тарифов на проезд. По данным наших путеводителей, к 1934 году средняя цена поездки возросла с 5 копеек до 30-40 копеек. Кроме всего прочего, как мы уже отмечали, продолжался бурный рост территории города, соответственно, рост населения города, и Ивановский автобус уже перестал удовлетворять растущим потребностям населения в его, так сказать, быстрой и комфортной транспортировке с места жительства на место работы. К 1934 году, кстати, возникли проблемы с размещением самого автопарка. Он был выведен из своего старого места расположения. Данный объект был отдан под новый хлебозавод, а автопарк был передан во вновь формируемое автотрамвайное управление. Оно было формировано уже 1-го дня 1936 года, и к 1936 году парк автобусов сократился до 48 машин. Надо отметить, что 1934 года, когда был торжественно пущен городской электрический трамвай, который начал, соответственно, выполнять основную долю пассажирских перевозок по городу, автобус постепенно стал сдавать свои позиции, и объем пассажирских перевозок в общей доле пассажирских перевозок по городу Иваново стал сокращаться, очень существенно сократился. Таким образом, к окончанию автобусной эры, довоенной эры, дожили только лишь 13 машин, 13 этих вот итальянских машин, которые в ноябре 1936 года были списаны окончательно, и на этом эра городского автобуса в Иванове, к сожалению, прекратилась. Надо сказать, что, таким образом, в Великую Отечественную войну горожане встретили с одним-единственным видом транспорта, с городским трамвайом, что существенно, конечно, повлияло и на мобильность населения, а, соответственно, жителям пригородных населенных пунктов, которыми ранее осуществлялась автобусная связь, но, видимо, пришлось возвращаться к хорошо знакомым видам гужевого транспорта. Автобус в своем современном виде возродился в городе только после войны, когда появились в 1947 году новые, принципиально новые машины, типа ЗИ-154, затем ЗИ-155, которые стали основным видом городского автобуса в Иванове вплоть до начала 50-х годов. Ну, на этом мы закончим нашу лекцию и продолжим уже в следующей лекции разговор о новом революционном виде транспорта в Ивановском трамвае. Спасибо за внимание.